всем привет дорогие друзья вы на канале эти доктор сегодня я начинаю рассказывать вам про формы формы вы наверняка их встречали на различных сайтах много раз в любых ситуациях когда вы заполняете какие-то данные вводите их отправляете на сайт там при покупке товара или при регистрации на сайте вот это и есть формы то есть все эти текстовые поля кнопочки объединяются форму в дальнейшем они обрабатываются на сервере но пока что мы занимаемся только html а не программированием поэтому будем именно создавать их в следующих же видеокурсах мы уже начнем их обрабатывать делать форму регистрации форму входа и многое другое давайте сейчас пока что рассмотрим формы создаются в теге форм в принципе это довольно логично атрибуты у нас здесь такие action это атрибут который указывает ссылку на тот файл который должен обработать эту форму пока что мы его не используем name здесь это что-то вроде идентификатора мы можем указывать имя формы также чтобы обращаться к ней через скрипты метод здесь мы можем указывать метод отправки на сервер бывает два метода метод пост и метод get и таргет это как у ссылки то есть мы можем обрабатывать форму в новом окне или в текущем пока что мы не будем использовать эти атрибуты вообще action у нас вы видите здесь сам появился благодаря emit но мы не будем с ним ничего делать далее давайте рассмотрим такие вот элементы как input input отлично вот у нас появился такой вот элемент это поле ввода здесь мы можем вводить любой текст например и какие же у него есть атрибуты давайте посмотрим чект позволяет ему быть нажатым в только в том случае если это например у нас checkbox чуть далее я вам покажу на примере пока пропустим disabled то есть заблокированный смотрите мы не можем здесь ничего вводить потом у нас есть name это имя также нам нужно нам для обработки placeholder очень интересный атрибут который позволяет нам писать текст например new текст сохраним и смотрите если у нас здесь нет никакого текста у нас отображается то что мы ввели в placeholder то есть какая-то подсказка что нужно вводить в этом поле например ваше имя как только мы начинаем вводить она пропадает required то есть поле должно быть обязательным для ввода нельзя будет отправить форму если это поле не заполнено в эльюе это какое-то значение по умолчанию которое будет отправляться на сервер в случае того что поле пусто форм это для того чтобы мы можем написать этот input снаружи и с помощью тегов указать название формы а здесь в атрибуте name мы можем указать my form также и это означает что данный input будет обрабатываться именно вот этой формы тем не менее он находится снаружи если же мы пишем внутри то такой тег нам не нужен и type самый интересный у нас атрибут это type здесь он уже у нас есть давайте так и оставим и сейчас я вам покажу различные типы и мы их все рассмотрим смотрите первый checkbox кнопочка давайте я здесь еще поставлю бр и везде чтобы у нас все переносилось на новую строку вот так вот вот я выделил здесь значение атрибута type вы видите их все теперь мы их рассматриваем подробнее чекбокс это у нас флажок радио это у нас радио баттон то есть круглый и он может быть только один нажат в отличие от чекбокса submit это кнопка то есть отправка просто баттон это обычная у нас кнопка здесь необходимо ввести value и написать какой-то текст чтобы он у нас был на кнопке reset это тоже кнопка но она для сброса смотрите как она работает если мы здесь указываем какой-то текст например флажки поставили жмем сброс и у нас все сбрасывается благодаря вот этой вот кнопке input type reset файл позволяет выбрать файл на компьютере и в дальнейшем как-то с этим работать текст у нас уже стоит это обычный текст password пароль то есть вы видите здесь кружки и мы ничего не видим email позволяет нам выйти email он такой же как и текстовое поле только он проверяет если там собачка то есть адрес ли это электронной почты или нет number вы видите у нас такие стрелочки мы можем выбирать число какое-то давайте я еще несколько скопирую тут у нас довольно много атрибутов следующий у нас date то есть мы можем выбирать дату у нас появляется такой вот календарь и выбираем работает это почти сейчас во всех браузерах может в каких-то супер старых не работает но я не думаю что вы пользуетесь таким браузером и вообще мало кто такими браузерами сейчас пользуется теперь time точно так же мы можем указывать время color тоже работает в современных браузерах все отлично работает вы видите мы можем выбирать цвет у нас и дальше как-то его обрабатывать range то есть такой вот ползуночек и hidden то есть вы ничего не видите hidden это именно скрыть поле но давайте посмотрим через f12 и таким образом что мы его не видим даже отсюда то есть смотрите если мы наводим на любой из этих input они вот подсвечиваться а тот который hidden его вообще не существует но иногда я вам скажу это бывает нужно а пока что мы такой атрибут не будем использовать и у нас остался еще один тег label у него всего один атрибут for смотрите как он работает мы пишем label видите у нас for сразу появляется и указываем например здесь для name а вот этого вот текстового поля к примеру мы укажем id name и это означает что наш текст мы здесь его не написали введите имя например будет относиться по логике именно к этому элементу в принципе на этом все мы рассмотрели три таких простых тега это форм как контейнер для форм и два тега input это поле какого-либо ввода и label просто заголовок как вы видите input бывают различного вида их очень много в зависимости от ситуации можно применять любой и с помощью этих элементов можем просить от пользователя вводить какие-либо данные те которые нам необходимо будет обработать а на этом у меня все подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайки пишите комментарии под этим видео и делитесь этим видео с друзьями до новых встреч в следующих уроках до новых встреч до новых встреч